Необоснованно короткие перемены, недостаточное школьное питание, нарушение правил перевозок школьников прокуратуры области провела масштабную проверку качества предоставления образовательных услуг в учреждениях региона. Результаты оказались неутешительными. По ряду пунктов были выявлены серьезные недочеты. Грубые нарушения санитарных правил выявили в 142 школах Павлодарской области. О результатах проверки сообщили в региональной прокуратуре. Выяснилась, продолжительность перемен между уроками короче установленных норм. Временной отрезок для проветривания кабинетов и приема пищи не соответствовал требованиям действующего законодательства. Минимальная перемена продолжительность 5 минут, максимальная перемена 30 минут, либо она делится на 15-20 минут. Но фактически в школах была разная картина. Где-то, допустим, на 5-10 минут не соблюдалось, где-то больше не соблюдалось. Но в итоге это все приводит к тому, что какой-то недостаток между вторым и третьим уроком приводит к тому, что невозможно обеспечить надлежащее проветривание. Обратили внимание прокуроры Павлодара и на качество горячего питания. Ранее в социальных сетях появлялись видео от школьников с жалобами по поводу малых порций столовых и низкого качества питания. Как выяснилось, дело в установленном тарифе. По итогам проверки Акимат повысил тариф на горячее питание до 450 тенге. Согласно утвержденному постановлению правительства нормам одноразового школьного питания, еженедельный рацион школьника должен содержать мясо, говядины, птицы, картофель и другие продукты. Мониторинг рынка цент показал, что действующий тариф был, соответственно, низким и не позволял в полной мере обеспечить детей сбалансированным питанием гарантированным государством. Помимо этого, прокуроры выявили ряд нарушений в организации школьных перевозок. К примеру, одной из школ Павлодарского района водитель автобуса осуществлял вождение на основании водительского удостоверения, полученного в Монголии. В другом случае установлены водители, которые не имели категории прав соответствующих. Более 20 лиц привлечены к дисциплиной ответственности. Это сотрудники отделов образования, а также школ. Более 15 лиц привлечены к административной ответственности. Все выявленные нарушения взяты на контроль прокуратурой области. Подобные проверки будут проводиться на постоянной основе.